Духовные и исторические беседы определенные вещи выдавливаются из суперконсервативных систем, которые являются на сегодня как минимум Новосибирской епархией. Ну ничего, мы со своей стороны считаем, что батюшка это, даже не хочу переоценить, но золотой запас новосибирского духовно-интеллектуального потенциала. Понятно, за крама Родины, в общем, за крама Родины. Да, потому что мы будем продолжать с Вашей беседой, я надеюсь, и Вам это интересно, и может быть, дай Бог, кому-нибудь тоже будет интересно нас послушать. Конечно, Вы знаете, это позволяет общаться с интересными людьми. Дело в том, что это заложено в человеке, необходимость общения. И особенности, определенный обмен знаниями, какими-то определенными мыслями, это очень необходимо для человека. Ну, что я хочу сказать. Дело в том, что по сути дела, ну как выдавить, не выдавить там и прочее. Я сам ушел. Я ушел сам, я это честно признаю. Я ушел сам, причем меня никто не гнал, я написал заявление. Так, знаете, как общим чередом таким. Мне все говорили, что я не так заявление написал, что надо переписать его, вот, нужно было написать в скобочках, а я в кавычках и так далее и тому подобное. Я написал заявление и ушел просто. Я уже понимал тогда, что, ну как бы, знаете, внутренний и внешний мир, он должен соответствовать одно другому. Я могу себе сказать, что мне стыдиться нечего. Я очень искренне всегда был в действиях своих. Столько, сколько я здесь успел потрудиться за 15-14 лет и сделать, вряд ли кто в епархии сможет похвастаться таким посложным списком. Ну, а то, что пришло мое время какое-то там для такой, знаете, как сказать, для духовной брани, ну, пришло, ну, куда деваться. Проблема-то в чем заключается? Проблема заключается в том, что гнали всех. В Евангелии ведь написано, блажение, изданное правдой ради, как о тех есть Царство Небесное. Поэтому Господь, Он всегда с теми, кого гонят. Не с гонителями, а вот именно с теми, кто страдает. Поэтому это, знаете, очень риторический вопрос. И даже если взять пример, например, Галилея, который, в конце концов, оказался все-таки прав. Ну, ведь его тоже гнали. Его даже грозили сжечь на костре и прочее, и все остальное. Ну, каждому свое, каждому свое время, каждому свое испытание. Деваться некуда. Поэтому, да, и мне тоже. Вы понимаете, вопрос в чем? Что такое, как сказать, изгнан, да, там, или, допустим, выдавлен и прочее, и все остальное. Это надо относиться только к самой рабской структуре. То есть, ну, любая организация, какая крупная, она предполагает рабскую форму правления, да. То есть, она должна угнетать. И поэтому, ну, одни проклинают, другие благословляют. Знаете, как это самое, был такой древний языческий пророк, который должен был проклять израильский народ. Валаам. Вот. Или Валаам. Да, Валаам. Богу Ваалу служил. Служитель Ваала. И вот его наняли там, амалькитяне, ну, другие разные языческие народы, чтобы он поднялся на гору и проклял там, по-моему, Моисея или Иисуса Новина. Я уже точно не помню. Ну, в те древние времена. Да. И вот он… Сначала было так, он ехал на ослице, и ослица вдруг увидела ангела перед собой и не идет дальше, потому что боится. А он ее бьет, она поворачивается к нему и говорит, что ж ты бьешь меня, а ты что, не видишь перед собой такую опасность? Ну, и потом все-таки, когда он поднялся на гору и поднимал руки, чтобы проклясть израильский народ, всякий раз у него было благословение. И, как бы, Бог говорит, вы проклинаете, а я благословлю. Вот и все. Поэтому это просто политика. Это политика, это старый маразматичный какой-нибудь дед, должен устроить истерику обязательно. Ему кажется, что он там, не знаю, светоч православие, источник мудрости и духовности. А свои такие садистские наклонности он воспринимает, как рвение о православии и в борьбе за православные… Ну, это всегда в истории России было. Это, к сожалению, действительно в истории всегда было. Ну, и это биохимия головного мозга. Тут ничего не поделаешь. Позвольте сейчас плавненько перейти к нашей сегодняшней беседе. Дело в том, что батюшка занимается, помимо такой духовной деятельности, еще и научной работой. Значит, вы сейчас расскажете, я надеюсь, и возьмем такую тему. Вы занимаетесь вот именно биохимией мозга. И очень интересно вот эта связь с духовностью, связь с наукой, связь, может быть, даже с религией, с обществом и так далее. Я сейчас замолкаю и, наверное, уже больше перебивать не буду. Ну, я хотел бы как раз сразу сказать несколько слов о действительной взаимосвязи всего этого. Дело в том, что все то, что происходит в мире сейчас, события-то всегда происходило. Разные события, политические действия, различные новые идеологические движения и прочее. Все остальное напрямую связано с биохимией мозга. Вот я уже последние пять лет очень серьезно занимаюсь этим вопросом. Работаю с различными профессорами, занимаюсь различными монограммами, читаю там новые передовые открытия научные. И для меня стали понятны очень многие интересные вещи. понимаете, оказывается, ну, учиться надо. Не важно кто ты, священник там или еще что, как, но учиться надо. Почему? Для того, чтобы не попасть в ту тупиковую ситуацию, когда мы опять начинаем говорить о том, что Земля квадратная и стоит она на трех слонах. А сейчас мы именно этим занимаемся. Причем немногие с пеной у рта, с идиотскими идеями по поводу там разных оскорблений, чувств и прочее всего остальное. Ну, как, например, можно оскорбить там фосфор, который соединяется с калием, например, да, и движется в направлении, определенном направлении с помощью электрических зарядов различные нейроны мозга. Ну, вот, к сожалению, в действительности такова, что современная наука никому не нужна. Масса, я имею в виду. Ее используют для зарабатывания денег, а вот для просвещения народа ее совершенно не используют. Как Лао Цзи сказал в свое время, настоящий мудрый правитель всегда старается держать свой народ в невежестве. Вот, и на самом деле получается, что наука движется вперед семимильными шагами, и очень внимательно надо смотреть и изучать, и стараться к этому относиться с глубоким уважением, поскольку потихонечку мы превращаемся в тех людей, которые опять говорят о том, что Земля квадратная и стоит на трех слонах, на черепахе плавает. Ну, или идея о том, что Земля – это центр мира, а оказывается, в конце концов, что это захудалая какая-то галактика еще на окраине этой галактики, неизвестно где и вообще. Ну, мы не знаем, захудалая или не захудалая. Нет, ну, уже знаем, по крайней мере, есть возможность сравнивать. Давайте будем патриотами все-таки. Да, за своего своего болота. Ну, если сравнивать с теми объектами, которые уже наблюдаются на протяжении 50 лет с помощью очень мощных телескопов, то наша галактика вполне заурядна. Вот, я хотел бы заметить, что ничем мы не отличаемся от этих средниковых мракобесов. Сейчас их еще больше. Причем каждый мракобес, естественно, придумывает для себя какое-то определенное оправдание. Очень сильно хорошо этому служит патриотизм. То есть, любую гадость, которую делают, ее обычно сначала делают во имя Бога, а потом ее делают во имя Отечества. То есть, такой, знаете, как бы некий такой внутренний хитрый самообман. Но это тоже реакция мозга. Вы знаете, последние исследования показали, что человек, входящий в определенные убеждения, мы уже говорили с вами, закрывающийся в крепости своих знаний, он не воспринимает внешнюю информацию, он не способен ее воспринимать, по причине чего меняется структура головного мозга, которая служит к определенным инстинкту самосохранения, самозащития человеческого организма. Человек сам себя защищает. И воспринять другую информацию, чужую, значит, надо измениться. А если ее не воспринимать, эту информацию, то можно жить спокойно в своем болоте, там продолжать, и совершенно никакой наукой не заниматься. Ну и кроме того, сейчас вот и хотел бы еще, я уже проводил несколько раз эту границу, и сейчас хотел бы ее провести. Дело в том, что вера – это личные взаимоотношения человека с Богом. И это тоже, ну, очень глубинный такой процесс, важный соотношение, значит, такого материального и духовного в человеке. Общение с Творцом. А религия – это, как бы красиво кто ни говорил, это способ порабощения ума. Разными красивыми сказками, байками, различными историями красивыми, рассказами о том, что кто-то там какой-то 200 лет назад сказал человек, а если потом начинаешь разбираться, оказывается, вообще никто этого ничего не говорил. Ну, то есть это механизм того, как можно из черного сделать белое, из белого сделать черное. Кстати, очень хорошо это восприняли современные политики. Они приняли методы религиозного средневековья в бесконечном потоке лжи, который сейчас выливается на головы людей. Ну, власть, самая главная цель – власть. Вот для того, чтобы ее удержать, есть три варианта. Первый вариант – это море крови, то есть с мечом и ножом ты проходишь, тебя все боятся, и ты – хозяин, ты можешь там грабить, ну, можешь свои законы устанавливать, свои правила игры, будем говорить, устанавливать. Но это метод опасный. Почему? Потому что он рождает огромную степень противодействия. Формируются другие очаги силы. И рано или поздно придут к тебе с мечом и с ножом, и тебя зарежут, и будет новый царь. Или там новый какой-нибудь губернатор, или еще неизвестно кто там. Вот. Второй вариант – это ложь, вранье. То есть на вранье можно выстроить свою власть. построить на вранье. Нужно только доказать, что ты там сын Магомета, например, или действуешь от имени Иисуса Христа по доверенности, вот, защищая его божественные интересы, там, например, в какой-то организации, которую он основал, в его церкви там, и так далее, и тому подобное. И это получается тоже метод сохранения власти. Просто для сохранения своего государства, своей власти, каких-то своих интересов он используется, этот метод. Он гораздо дешевле. Для сохранения государства, в общем-то, это было какой-то положительной волей? Конечно. Конечно. Нет, это несомненно. Я не говорю… Давайте не будем вообще говорить о том, что плохо, что хорошо, отрицательное и положительное. А будем просто говорить о мозге, о научных открытиях и о восприятии, как человек воспринимает окружающий мир. То есть, как мозг воспринимает себя самого в этом огромном мире, и как он воспринимает влияние на себя. То есть, как вот можно, какими методами можно с ним вступать в общение с мозгом человеческим, с личностью человеческой. И не только с личностью, а с сознанием и с подсознанием человека. Вот метод удержания власти по имени ложь, он гораздо легче. Не надо никого убивать. Можно просто ввести министерство пропаганды. Ну, как было у Геббельса, например. Или это очень хорошо брало на себя всегда церковь. Она всегда была министерством пропаганды. У различных императоров там и в древности и сейчас оно всегда было министерством пропаганды. Почему? Потому что, ну вот представьте себе, например, император какой-то убил своего брата там или убил отца и занял его трон. Он звучит как бы, ну, отца-убийца. Да, все говорят, убийца за там узурпатор и т.д. и т.п. Но вдруг его помазывают на царство, венчают и он уже помазанник Божий. То есть происходит легимитизация власти. Вы не слышали последние новости? Нет. По поводу этого отца-убийца. Ну, что провели экспертизу эту, как по-черковеческую. И все-таки есть доказательства, что наш Томский Федор Кузьмич это и есть Александр. Вот, 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 вот. Это последние такие недели-полторы-две назад прошли новости. Не, не слышал. Ну даже. Вы представляете, что это такое? Ну, это уже доказательства, да. Так можно мощи там же есть, можно провести генетическую экспертизу. Ну, как бы я не знал. Это вообще роман очень просто, потому что романов их много есть и живых. Вообще, да, это было бы потрясающе историческое новостью. То есть тут идет такой духовный расклад этого человека, да? Ну, да. От отца-убийца к такому раскаянию и подвижничеству. Ну, это интересно. Это, в общем-то, было доступно людям тех поколений. Ну, да. Это, потому что, вы знаете, здесь вопрос еще о другом, о информированности, о степени знаний или степени невежества. Это имеет тоже решающее значение. У нас, как бы, мы принимаем решение, вот, ну, совершенно не основываясь на каких-то важных и научных каких-то важных открытиях. Понимаете, вера ведь не значит, что нужно на все закрыть глаза и быть полностью совершенно идиотом. Вера, это не означает, что нужно быть тупым, безграмотным и так далее и тому подобное. Вера, она означает твои личные взаимоотношения с Богом. А вот религия, она как раз и зачастую и стремилась держать человека в неведении. Либо давались какие-то знания такие, которые вот именно касаются самой религии. А окружающего мира они никогда не касались эти знания, поскольку, чем больше мы начинаем познавать мир и самого человека, тем больше у нас возникает вопросов. Вот. Почему же на самом деле нужно так, а не по-другому? Ну, вот, я привожу различные, конечно, примеры. Такое вот именно исторические примеры, как на самом деле все дело может приобретать какие формы. Вот был Геббельс, да, или Гитлер, например. Они создали, это самым настоящим образом религиозный подход ко всему. Есть свои боги, есть свои идеи, есть своя политика. Такая очень, ну, не просто светская, а действительно религиозная, потому что мистическая, будем говорить так. И вот ради этого был поток лжи. Для этого нужен обязательно сатана, которого можно клеймить, ну, в виде, там, Сталина, например, там, или советской власти, коммунистического Советского Союза. Для этого нужны какие-то боги, там, например, арийские древние боги, там, арии, раса, кровь и так далее и тому подобное. И вот это постоянное клеймление и благословение должно происходить. То есть, должно постоянно быть огромный целый поток вот разговоров об этом боге и об этом сатане. Кого-то надо проклинать и вы хотите его убить, хотите его наказать. Особенно это хорошо того, кого ты хочешь сожрать, вот, там, забрать его землю, погубить и так далее и тому подобное. Это очень удобно. Ну, это я, как бы, ну, такое маленькое предисловие к тому, что же на самом деле есть человеческий мозг, что есть на самом деле человеческая личность, человеческое сознание. Ну, будем говорить, что это совокупность определенных, ну, чувств восприятия мира, потому что, если бы мы не могли воспринимать информацию и ею делиться, то, ну, мы вообще бы не знали бы о том, что личность существует и мозг существует. А проявляет он себя в осознании самого себя и в общении с другими людьми. Ну, первое, значит, что? Конечно, надо очень важно сказать о органах чувств. Первое, самое примитивное, будет обонятельное. Нюх – это такой интересный аспект восприятия мира, который очень своеобразно действует в мозге. То есть, попадая через рецепторы носа, запахи, попадают прямо сразу в мозг и прикасаются к таким определенным областям мозга, которые сразу дают заключение, что это такое. Если, например, глаза и уши действуют перекрестно, то есть, как информация попадает в мозг и потом обрабатывается там, в мозг, и дальше уже идет там по иерархии сознания, то обоняние, оно сразу напрямую действует. И почему я обратил это внимание? Потому что именно благодаря обонянию действует много часто подсознание. То есть, человек что-то слышит, какой-то запах, и у него уже формируется мнение, а он еще даже не подумал об этом. То есть, внутри подсознательно формируется такое мнение. Ну, обоняние – это самый древний орган чувств, такой самый-самый простой, примитивный, его часто называют примитивным. И оно влияет часто очень на принимаемые человеком решения, особенно на симпатию, антипатию. То есть, глаза говорят всегда одно, нос говорит другое. Если вы проводили, знаете, разные эксперименты, например, как человек нравится по внешнему виду, и как человек нравится по запаху. Это, ну, допустим, там, я не знаю, собирается какая-нибудь там, там, когорта профессоров или еще, допустим, каких-то исследователей, и, допустим, парни, девушки, да, вот им нравится кто-то там, а по запаху совершенно определяется другой человек. То есть, 90% случаев, ну, совершенно другой, по запаху, совершенно другая реакция, чем по внешнему виду, то, что говорит зрение. Запах, он очень ответственен за формирование симпатии и антипатии. Я вот как раз бы хотел бы тоже замечание сделать такое, сказать, что, почему я говорю об этом. Дело в том, что у нас как бы воспринимается, что это вот наше личное решение, наш духовный мир, или это какой-то духовная брань, там, допустим, там, ангелы, демоны, или какой-то, ну, не знаю, божественная энергия действует и влияет на приятие этих решений. Нет, не надо опять рассказывать о том, что Земля стоит на трех слонах. На самом деле, это заведуют вот такие вот интересные вещи, как органы чувств человеческие. И обоняние вот играет такую роль серьезную в симпатии и антипатии. То есть, оно определяет, нравится человек или не нравится. Дальше, конечно, нужно обратить внимание на зрение. Зрение дает 90% информации для человека. Оно определяет цвет, оно определяет, там, положение в пространстве, оно определяет, там, движение любого, там, предмета или человека, или прочее еще что-нибудь. И зрение – это самый несовершенный орган чувств человека. Глаз – это самый несовершенный орган чувств человеческого организма. Он, во-первых, дает изображение в перевернутом виде, и потом мозг вынужден его переворачивать. То есть, если бы мы действительно сейчас воспринимали так, как видит наш глаз, то все бы было перевернуто вверх ногами. А так, мозг потом обрабатывает это все, есть специальные отделы мозга занимающиеся этим, и переворачивает, приводит все в нормальное состояние. Зрение очень ранимо. Если, например, обоняние или осязание, осязание вообще очень трудно нарушить, это практически надо убить организм, там, парализовать нервную систему, то зрение очень ранимо. Достаточно резкой вспышки или, например, какого-нибудь такого сильного сотрясения, которое повлияет на зрительный нерв, и человек может терять частично или временно, а то и постоянно терять этот, ну, как бы источник информации, источник, это чувство, чувство зрения. Зрение дает человеку возможность сравнивать себя с чем-то другим. То есть, ну, например, если запах дает там только, ну, только именно понятие запаха, то есть обоняние, что это такое за человек там или предмет, который вы чувствуете своим органом обоняния, если слух дает только звук, то зрение дает сразу кучу, оно дает координаты, оно дает цвет объекта, оно дает его движения, оно дает какое-то вот... допустим, даже можно по зрению можно видеть, какое будет дальнейшее действие, какое будет дальнейшее движение. Мозг дает возможность человеку предугадывать определенные дальнейшие движения. Какое будет – вот, кстати, боевые искусства все. Они основаны на этом, то, что человек может предугадать дальнейший удар, дальнейшее движение, мозг уже успевает обработать эту информацию и осознать это действие. Дальше слух. Это где-то приблизительно 5% информации, которую мы воспринимаем из окружающего мира. Причем здесь очень вступает в прямую биохимическую связь сравнение восприятия мира между мужчинами и женщинами. Дело в том, что определенные области мозга, отвечающие и соседствующие со зрением, с глазами человека, более развиты у мужчин и более являются неким доминантом у мужчин. Наконец-то мы вышли из курса школьной программы. Проблема в чем? Проблема в том, что если мы говорим о школьной программе, я, к сожалению, большому наблюдаю другое. Вообще никто и не знает даже об этом. Вы знаете, вот если взять и спросить несколько человек о вот этих современных каких-то подходах, о каких-то современном знании научном, то это будут единицы. Это будут единицы. Но это... Извините, что перебил. Да нет, это не то страшно, не страшно. Я как раз про то, что вы начали говорить о том, что я лично в школьной программе. Я не помню, все остальное пока вы что говорили, я помню, по школьной программе. Вот и хорошо, слава Богу. Значит, кто-то учился все-таки в школе. Дело в том, что... Да. Дело в том, что современный как раз подход, ну, современный научный подход, он направлен на то, чтобы разобраться. Это взаимодействие различных желез, различных отделов головного мозга, их сочетание, их различие и влияние на человеческое самосознание, на личность человека. Потому что одно дело органы чувств и их восприятие мира, другое дело убеждения и пристрастия и привычки человека. Железы — это как раз то, что называется биохимия. Да, они продуцируют гормоны, они продуцируют огромное количество различных гормонов. И в зависимости от того, может быть, стрессовой ситуации, может быть, нормального течения жизни... Брос адреналина. Да, брос адреналина, например, или инсулина, или еще чего-нибудь. Они, в зависимости от этого, формируются определенные действия человека. Это уже более такой, как бы, после, действительно, может быть, этого школьного курса, простейшего курса, надо обратиться к тому, что же на самом деле, какой биохимический взрыв происходит внутри человека. Это я к тому веду нашу мысль, что природа всех чувств человека, природа всех страстей человека, природа человеческого сознания имеет под собой биохимическую основу. Материально. Да, материально. Нельзя сказать, что, например, грех — это чисто духовные составляющие. И нельзя сказать, что чувства — это чисто духовные составляющие. На самом деле они имеют под собой очень серьезные биохимические реакции. Для того, чтобы пример вам привести, есть такие вещи, как, например, отчаяние, уныние и отчаяние. Тысячи экспериментов последних лет показывают, что в зависимости от каких-то заболеваний, либо от тягот жизненной ситуации сбой в программе мозга приводит к тому, что начинают вырабатываться различные химические вещества, вызывающие депрессию, уныние и отчаяние в человеке. Основной причиной является недостаток общения или заниженная очень самооценка человека. Когда он находится в одиночестве, и ему кажется, что жизнь его кончилась, ему плохо и очень нехорошо. И мозг вырабатывает различные вещества, которые вызывают у человека постоянный бесконечный цикл депрессии. К чему это призвано? Призвано к тому, чтобы человек вышел в мир, пришел к людям, искал общение, искал какого-то реализации самого себя во внешнем мире. И для этого механизм этот предусмотрен в мозге, чтобы человек пришел из одной пещеры в другую, из одного города ехал в другой город и так далее, и тому подобное, жил как-то. Более интересную кость нашел в другую пещеру. Абсолютно верно, более еще не обглоданную кость. А главное суть дела, это в том, чтобы он создал семью и растил детей и так далее и тому подобное. Если у человека как бы, вот он сам не реализуется, человек, нет его самореализации, то он начинает унывать и очень сильно у него начинаются различные проявления депрессии. Но это как бы настолько многообразно, потому что то, что я говорю сейчас, это общие принципы. Солнце светит, например, да, вот с неба светит солнце. Ну, это общие принципы, но посмею немножко даже возразить или дополнить, не знаю, как сказать. Потому что есть мнение, что в природе депрессии, в том числе, кроме того, что вы перечислили, являются какие-то генетические отклонения накапливаются. Совершенно верно, это уже генетические заболевания, природа генетических заболеваний, мигрени, например, те же самые, головные боли и так далее, тоже имеют под собой генетическую основу. Да, это определенный, есть и такая форма. Как бы здесь воду пьют не только из стакана, можно пить ее из кружки. То есть вариантов много есть. Может быть действительно депрессия от заболеваний, может быть генетическая наследственность, а может быть просто нереализация своих жизненных планов, энергий и так далее и тому подобное. Но в своей основе, последние научные достижения, открытия, они показывают, что депрессии и уныние, скука, будем говорить, сначала скука, потом уныние, потом депрессия и потом отчаяние может доходить до самых крайних таких форм. Говорят, человек руки опустил. Да, человек опустил руки. Это природный механизм, когда у нас просто, у нас есть интеллект, который нам, ну мы можем думать, делать нам так или сделать нам по-другому. А у животных нет интеллекта, но механизмы эти в них тоже существуют. И вдруг начинает себя, например, какой-нибудь там, не знаю, лев там или еще какое-нибудь животное, начинает себя некомфортно чувствовать в своей собственной его стае. Это означает то, что он должен уйти, идти дальше, идти в другую стаю и так далее и тому подобное. То есть механизм, природный механизм, это общение, для общения, заставить человека общаться. Если мы возьмем примеры духовной жизни, то как раз вот уныние, отчаяние… Человек в определенном сознании может этот процесс регулировать, он в состоянии это сделать. Ну, до определенной степени. Для этого нужно напряжение какой-то воли и силы. До определенной степени, когда это не доходит до определенных уже шизофренических таких проявлений. Но важный момент еще заключается в том, что человек, когда перед ним возникает проблема какая-то, он может действовать не инстинктивно, а найти много вариантов решения проблемы. То есть он может находить не один там какой-то путь, а у него может быть очень много путей для решения его вопросов. Это я к тому, что вот, например, мы уже видим с вами, что вот в древности было такое, когда уныние и отчаяние считались чисто бесовским наваждением. То есть демоны нападают на человека, и он впадает в уныние, от этого и в отчаяние, и он духовными способами, или там постом и молитвой борется с отчаянием и с унынием своего сознания, в своем разуме. Для этого совершались различные подвиги, и в свете нового современного подхода и понимания, что же такое уныние и отчаяние, мы замечаем, что появились биохимические способы борьбы с унынием и отчаянием. То есть это различные лекарства, и в последнее время их становится все больше и больше, они становятся лучше и лучше, и они позволяют человеку совершенно легко переносить различные депрессии, переносить различные такие вещи, за которых раньше вешались. Хорошо ли это? Хорошо ли это? Ну, я не знаю, хорошо ли, опять же, мы вот задаемся вопросом с вами, хорошо это или плохо. Я вам говорю, давайте не будем говорить хорошо, это или плохо. Хорошо, вторгнусь все-таки в эту беседу. Хорошо, но или плохо, это просто научное открытие. Раньше надо было, например, не знаю, какой-то очень сильно огромный труд над собой совершать, для того, чтобы избавиться от уныния. А сейчас достаточно определенный пройти курс химиотерапии и избавиться от этого. Тем более, что с каждым годом, с каждым годом, ну, земля же, она квадратная и на слонах стоит, с каждым годом, с каждым годом, эти лекарства, которые сейчас, у нас какое-то, знаете, такое вот недоверие к науке есть, глупое. Нет, 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 нет. Но вот с каждым годом лекарства эти становятся все более совершенными, они не... Ну, в чем проблема? Любое лекарство, химия, она может повредить мозг, да? Сама может как бы пользу принести и вред может одновременно принести. И вопрос в том, что больше пользы или больше вреда. Если больше вреда, значит, это яд. Если больше пользы, значит, это лекарство. И вот эти лекарства, они становятся более чистыми, современными, очищенными и позволяют человеку избегать уныния и отчаяния уже с помощью просто биохимической реакции. Это я к тому веду, к тому, что, ну, как бы некая духовная брань, вот в эту духовную брань вмешивается фармакология. То есть оказывается, что можно не только постами и молитвами бороться с унынием, но унынием можно бороться и оказывается чисто не механически, а с помощью различных лекарств. Я хочу слышать, что вы хотели с ним сказать. Я хочу ввести маленький элемент другой по поводу этого. Очень все понятно, что вы рассказали, но у меня возникает противоречие такое. Я вообще не сторонник всей этой фармакологии, тем более химической. Может быть биофармологии, я бы еще согласился. Ну, это тоже последующий. Да, когда применяются какие-то вещи, которые всегда были веками известны. И, возможно, мудрость человеческая накоплена до такой степени, что применение каких-то природных веществ, которые дала природа, ну, и в том числе, как мы говорим, Бог дал, значит, это я принимаю. Но я хотел бы обратиться к такому историческому документу, как «Послание потомкам Владимира Мономаха». Помните такому? Конечно. В 1113 году, который пришел на Киевский престол и буквально пробыл на нем лет 7, и, к сожалению, недолго, потому что в более мудром он таком возрасте был, это был очень мудрый человек. Его привели к власти люди, киевляне, только за его огромный авторитет. Он настолько был авторитетный человек своей непогрешимой такой деятельностью, что он отдавал все людям, все отдавал Отечеству. Он оставил такое послание. Внукам, сыновьям и так далее, никогда не сидите в унынии, печали и в бездействии. Не хочешь, хочешь, опустились у тебя руки, возьми меч, иди помахай на это самое, ну, даже на каком-то учебном поле. Не хочешь меч, иди на охоту возьми, погоняйся за кабаном. А ведь прав был человек древности, смени обстановку, и более того, займись физическими упражнениями. Это естественно, да. Я хотел бы привнести вот в это дополнение, что люди древние понимали, что сидеть без дела не надо. Они понимали, что ты шевелись, ты мужик, и женщина, шевелись, делай работу. И тогда в твоих жилах забьется кровь, заиграет, и будет питаться мозг, как мы сейчас уже понимаем. И у тебя произойдут какие-то изменения. Вы затронули аспект этот, о котором мы говорили. Аспект нашей беседы. Я более за. Нет, нет, так вы совершенно так, я к этому-то все и вел, об этом речь и и шла. Депрессия – это механизм побуждения человека к действию. То есть, перейти с одной пещеры в другую, идти на другую стаю. Ну, не надо при этом химическую фармакологию жрать. Я вот просто говорю, ребята, на эти депротые вещи. Нет, я имею в виду, фармакология нужна, когда есть какие-то необратимые заболевания. То есть, я не предлагаю, там, если у кого-то плохое настроение, ему спить таблетки. Депрессанты. Да. Я говорю о крайних формах, либо просто о самом факте, что есть такой биохимический процесс, который вызывает уныние и отчаяние. Я к тому, что это не духовная природа, не к тому, что это вызывается какими-то духами, а это вызывается внутренней химической реакцией человека. И именно биохимия внутренняя человека, именно биохимия внутренняя именно его, она заставляет его там, не знаю, унывать, плакать, отчаиваться и так далее и тому подобное. Ну, а методов борьбы множество. Самый простой и здоровый метод – это взять меч и идти махать над головой. Вы правильно сказали. Это побуждение к действию. А есть и другие варианты, когда уже совсем там человек пребывает в генетическую наследственность, как вы говорили, либо тяжелое, серьезное заболевание. И сам факт того, что можно еще и таблетками это лечить, говорит о том, что это имеет материальную природу. Не духовную природу имеет, а материальную. Ну, либо тогда надо признать, что грех, он материален. То есть, грех материален. То есть, он имеет не духовную сатанинскую природу, да, не духовную сатанинскую природу имеет, а вот именно биохимическую, материальную природу внутри мозга и внутри самого человека. Не является ли это оправданием греха? Ну, как бы считается известно, что человек пал, да, и выгнан был из рая, и пала его природа человеческая. То есть, нарушился тот биохимический баланс, который был в раю. У Адама потекли слюни. Да, 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 сопли и прочее. И он захотел откусить яблоко. Ну, да, может быть, даже в этом плане, да. Это верно, но все-таки это вносит определенную корректировку, что даже с падшей человеческой природой, вот, ну, упало человеческое существо, все равно внутренние биохимические процессы связаны с духовными процессами. Это нераздельные вещи, и не должно быть понимания того, что вот там бесы нападают на человека, вот они мучают его, а внутри человека ничего нету, то есть, это духовная природа, я имею в виду, что не нужно разделять материальное и духовное, здесь будет вместе все, здесь будет… Правильно все, если человек будет думать, что только бесы виноваты во всем. Абсолютно верно. Но все это в этом уныние… Да, либо думать, что можно там, я не знаю, постами преодолеть уныние, это тоже невероятный подход, хотя когда-то это считалось правильным и практиковалось в древности, а на самом деле это просто, ну, просто другому ничего предложить было нечего, а на самом деле, конечно же, борьба вот эта, она имеет биохимические процессы. Просто это же еще и духовный молитвенный подвиг, скажем так. Но молитвенный подвиг – это уже, если бубнить, читая там Псалтирь, ничего тебе не поможет, а вот если ты можешь, как бы, вот некое такое вот сознание самого себя, внутреннее созерцание, да, оно может производить изменения, да. Поэтому вот то, что предлагалось там, я не знаю, древним монахам делалось в пустынях, да, оно действенно, а то, что сейчас предлагается там, я не знаю, бубнить и читать молитвы, которую не соображаешь, это бесполезно, это не приведет никаким совершенно результатам. Вот это, опять же, это методика рабского сознания, то есть вгоняние человеком. Согласен, это определенная методика разработанная, как бы не разработанная, применяемая определенной системой для того, чтобы толпу людей загнать вот в это вот качество людей, чтобы они вдруг себя почувствовали частью единого целого. Молятся, ходят крестными катами, да, да, да. И с другой стороны, крестные ходы и молитвы, это же очень неплохо в определенных ситуациях. Ну, если чисто как демонстрация политической воли, то да. А если это направлено на какие-то патриотические действия, государственные какие-то, ну, это чисто, будем говорить, механизм существования государства. То есть вы отрицаете духовную, мистическую силу крестных ходов, как бы или как? Ну, как сказать, нельзя все полностью отрицать там или быть чего-то сторонником. Пример тогда конкретный. Вот смотрите, у нас был храм Христа Спасителя в свое время разрушен. Ну, там была предыстория еще, кстати, богатая до этого разрушения. Вы, если я не знаю... Да, конечно, конечно, эти проекты, там, этого здания... Проекты этого, да. Дома Советов или Дома Союзов, там что-то такое, Ленин сверху. Нет, нет, я не про то, я еще про царские времена говорю. А, ну да, его собирались на Воробьевых горах построить. Да, его уже был проект, это другой вопрос. Я конкретно про это, что там фундаменты уже строили, там нет. Нет, там этого архитектора и ведущего просто убрали со смертью Александра, просто его сместили, разворовали все средства, сместили его. Я забыл, немец какой-то, то ли что-то такое. Не-не-не-не, может вспомню, скажу. Ну, очень короткая фамилия из нескольких букв. Из шести. Ну, да, вот недлинные немецкие фамилии, там, Резеншнауцер, например. Нет, это был молодой, очень талантливый парень, но с такими масонскими замашками, которые составлял этот проект. А у него огромный этот храм был, по-моему, больше, чем храм апостола Петра в Риме. Больше, чем римным папой Риме. Хорошо, там еще была предыстория, когда этот храм, вот существующий, начали воздвигать, его воздвигли на месте существующего Женского Алексеевского монастыря. И Игумене этого монастыря сказало, ребята, ваш храм тут не устоит. Вот еще такие вещи были. Ну, ладно, это мы перешли от середины 19-го года к современности. Когда его разрушили, построили там этот самый бассейн «Динамо», помните, там люди плавали туда-сюда, и потом решили обратно воздвигнуть этот храм на этом месте. Москва назывался, на бассейне. Да, бассейне Москва. Я про что хочу сказать. Дело в том, что какие-то определенные круги, какие-то силы на место вот этого вот, убранного из бассейна воды, загнали туда художников перформансом, перформансов, если так выразиться, и всякую такую гопоту, которая называется в христианском обществе нечистью. И они творили там такие вещи несколько дней при Лужкове, которые иначе как осквернением этого места не назовешь. Ну, это другая биохимическая реакция. Одни норовят сделать что-то доброе, другие гадость. Является ли это биохимической реакцией? Ну, вот дело в том, что некоторые определенные другие круги, они потом крестными ходами вот эти вещи снимали с этого места. Я вот эту вещь, эти крестные ходы, я понимаю их логику и с удовольствием бы даже сам поучаствовал, потому что, ну, извините меня, вот, да, вот это вот... То есть немножко мистики, немножко поколдовать. Немножко мистики, немножко поколдовать, да, и пускай там среди туч появится во время крестного казахства солнца. Кстати, я сам своими глазами видел, как в Москве во время абсолютно пасмурной погоды на памятник вот этих вот героям плевны, да, вдруг падает луч солнца. Ну, это природные, да, такие явления частенько бывают, да. Я сам был видел много таких ситуаций, но это отнюдь не повод к тому, чтобы это нарушило восприятие биохимических реакций. Я думаю, тут надо как-то смотреть все в свою крупность. Ну, может быть, может быть. Дело в том, что есть вещи, которые можно пощупать и проверить, о которой Витберг, архитектор первый, который создал проект и предоставил Александру. Александр с ним согласился. И этот проект начали воплощать на Воробьевых горах. Ну, и потом за то, что этот парень был молодой, и вокруг него там были такие дельцы, сделали вид, что там плохая почва. Делали вид деятельности, разворовали все деньги, и в результате он пострадал за все, его отправили в ссылку. Ну, это всегда у нас так. И он там в ссылке изгнил. Чтобы украсть где-нибудь это у нас, без этого никак не обойдется что-нибудь свистнуть. Вот. И, ну да, согласен с вами. Но, значит, давайте опять не будем уходить в область мистического. Кстати, нам необходимо как бы осознать, что между колдовством и религиозными обрядами нет никакой разницы. Наоборот, христианство самая мистическая вещь. Там божественная плоть и божественная кровь, которую надо там есть и пить и так далее и тому подобное. Это очень мистические вещи. Очень мистические вещи. Как бы предполагается просто, что источник религиозной мистики идет от Бога, а в нерелигиозные, то есть магические какие-то действия идут от сатаны. Вот вся разница. А действия абсолютно одинаковые. Там дунь, плюнь, повернись туда, повернись сюда. Разницы не будет совершенно никакой. Хождение со свечками, крестными ходами, ночью вокруг храма и так далее и тому подобное. Разницы не будет никакой. Разница только в понимании того, как бы в осознании, что источником христианской мистики является Бог, а источником колдовской мистики является другая ипостасть, темная. Но суть такова, что чем мы больше об этом начинаем задумываться, тем задаемся больше вопросом. А зачем это нужно Богу? Цель какая у Него? Для чего Богу это нужно? Повлиять на биохимическую природу человека с помощью мистики? Вопросы. Тут такие глубокие вопросы появятся. Очень серьезные и очень глубочайшие вопросы. Ну хорошо. Значит, как бы... Ну ведь природа, мозга, все это, да. Да, первый и главный камушек мы с вами забросили. Оказывается, природа греха не чисто духовная. Она настолько связана с плотью и связана с внутренними процессами биохимии человека, меняется внутри сам человек, меняются внутри биохимические реакции различные, происходящие в организме человека. И влияние это не только извне, но и изнутри человека происходит. Вот это как бы научное открытие, о котором я хотел бы донести людям, чтобы люди понимали это. Не только, что там демоны влияют на разум и на плод человека, но она имеет еще и внутреннюю природу. Я говорю, что, видимо, какая-то все-таки связь. И то, что вы говорите, очень важно. И все-таки природа мозга и природа человеческого сознания, исходя из опыта человеческого бытия, видимо, многие задаются вопросом, что есть там что-то не очень такое материальное. Нет, есть, конечно, не всякого сомнения. То, что есть Бог, Творец мира, который создает там Вселенную и толкает это вперед, это есть. Есть какой-то такой необыкновенный дар, который дам человеку. Ну, я вам еще раз, чем мы больше… Есть дух, душа. Нет. Вы знаете… Все-таки биохимия. Биохимия, да. Дело в том, что если предположить, что Бог так издевается над человеком, что вот этими внутренними химическими реакциями мучает его, а ведь это будут, знаете, кучи реакций. Это будут различные реакции чувств, чувств гнев за жадность, зависть, подлость, предательство, что хочешь, там будет огромное количество этих всяких реакций, то это означает, что Бог сам внутри человека уже заложил плод греха. То есть вот упала природа человеческая, человек упал, совершил грех. Вот он стал такой вот грешный, недостойный человек. И в нем уже внутри этот грех живет сам. То есть в нем вот эти биохимические реакции постоянно, и он должен с ними постоянно бороться, с этими биохимическими реакциями. То есть такое не просто искушение, приходящее извне, а внутри сама природа человека, уже сама падшая природа греховная, она сама по себе предполагает вот эту постоянную духовную борьбу. Но! Это как бы, ну, входит все каноны нормально. То есть это вписывается в этот поворот. Но дальше появляется наука, которая делает открытие, позволяющей бороться со своей внутренней греховной природой с помощью трав, таблеток и прочего всего, уколов. Вот в чем вопрос. Вы поняли саму? Да, я понимаю. Вот природа есть, да, да, есть природа, да, есть падший человек, падший человек, он из рая, выгнан был из рая, пал, стал смертным, стал болезненным. То есть вот эти химические реакции внутри, плохо, хорошо, все. Но раньше было понимание, что вот с этим можно бороться только благодатью Божьей, бороться там постом и молитвой, индульгенциями, там разные придумывались вариации в этом отношении, борьбе с грехом. А здесь вдруг сейчас наука и исследование мозга, именно биохимических реакций мозга, показывает, что с грехами, оказывается, можно бороться с помощью таблеток. Это вносит большую поправку в аскетику. То есть задумывается сразу, что же нужно на самом деле и что не нужно. А ответ евангельский будет верным, что всякий грех простится человеку, кроме хулына Святого Духа. Ну, всякий грех приобретает природу биохимическую, телесную природу человеческую. Ну, тогда может быть имеет смысл все-таки разделить действительно грех. Грех личный и грех духовный. А как может быть личным? А как оно может быть? А зачем тогда иначе тысячу лет с лишним или более тысячи лет афонские монахи молятся? А вы знаете, вот то, что нам рассказывают про них, и то, что есть на самом деле, это такая же разница, как Галилей и те, кто судили его. Понимаете, что на самом деле делают эти люди, и как они это делают? Это их внутренний, очень глубокий мир переживаний. А то, что рассказывают и пишут книжки, это для того, чтобы в толпа people have. Ну, есть такой момент, я согласен. Но все-таки молитвенный подвиг вы отрицаете? Нет, ну почему? Нет, молитвенный подвиг, если он приобретается вот в таком подвиге в созерцании, то есть человек лично беседует с Богом в своих каких-то глубоких духовных переживаниях... Имеет ли он силу? Да, вот. Это тогда будет, да, это будет не всякого сомнения. Такой молитвенный подвиг будет. Но в массовом сознании это просто, ну, как бы, ну, знаете, физзарядка. Ну, да, тут понятно, что определенная система, она устремляет общественное массовое сознание к какому-то примеру. Совершенно верно. И может быть, это неплохо. Ну, оно у каждого народа будет свой путь. Там, допустим, вот ислам, буддизм, там, христианство, у каждого будет... Они к одному и тому же всему идут, но у каждого свои практики. То есть кто-то бубны бьет, там, кто-то читает молитвы утренние и вечерние, кто-то пять раз в день совершает намаз. Сущности разницы никакой не будет. Понимаете, здесь это, опять же, будем говорить, биохимия головного мозга. Это не... Я бы сказал бы даже больше, я больше скажу, это не нужно Богу ничего. Ну, мы не можем за это... А почему? А кто может сказать, что нужно? Значит, некоторые ученые... Понимаете, суть такова, что за Бога вообще ничего не надо говорить. Ну, понятно, понятно. За от него имени не надо говорить. Не то, что ему не надо. Да, действительно, не надо утверждать, что все делается от имени Бога. Вот и вот, и вот о чем и речь. Да, вот о чем и речь. Поэтому, вот современные состояния, в которые пришли современные религии, такие крупные, это состояние государственного управления, это поддержка государств. То есть, вот, например, ислам, он поддерживает исламский мир. Поддержка определенных систем. Да, определенных систем, причем начинает утверждаться, что вот Аллаху надо, чтобы ты взял бомбу, пошел, где-то кого-то взорвал. Это такая же правда, как вот о том, что Иисусу Христу надо новосибирское епархиальное управление. Это вот точно такая же вот правда. Понимаете, то есть, это чья-то выгода. Это просто традиция. Это просто привычка. К Богу это не имеет никакого отношения. Это механизм, вот, как, допустим, так же можно сказать, угодно ли Богу министерство, например, внутренних дел. Это не угодно или не угодно. Это данность нашей земной жизни, чтобы сохранять общество, чтобы это вот оно нужно. Поэтому говорить о том, что вот там религиозные люди, они идут к спасению, а нерелигиозные нет, это ложь. Говорить о том, что там кто-то вот христопродавец, а кто-то там пошел на крестный ход или не пошел, на митинг, 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 это тоже своеобразный крестный ход. Это еще одна глупость больше. А кого-то ненавидеть, это вообще смешно. Потому что это нарушение вообще всего евангельских принципов, да и просто чисто таких человеческих, биохимических принципов во всех смыслах этого слова. Поэтому, к сожалению, я еще раз на этом акцентирую внимание. Вера – это личные взаимоотношения с Богом. А религия – это способ порабощения человека. Ну, это я согласую. И все, и промывание мозгов. Причем, когда начинаешь потом разбираться, оказывается, поток информации, который дается, он настолько поврежден, что кто хотел, вот кому куда надо было, он туда поток и поворачивал. Вот, к сожалению, в истории так оно сложилось. Поэтому… Так часто бывало. Да, так часто бывало. Как Никон с Алексеем повернули, целый поток народного сознания стали насильно поворачивать в какую-то другую сторону. Да. Из этого произошла просто цивилизационная катастрофа. Абсолютно верно. Я вообще считаю, что вот в том, что произошло с Россией, в большинстве своем виновата сама верхушка государственной власти и вот все то поповство, которое пошло по ее направлению. Не в служении Христу, да. На принятие вот этой системы… Да. Ну, Петр Первый еще заложил это, когда упразднил там все эти… Устроился… Ну, Алексей нашел, скорее всего. Ну, если говорить там о том, что вообще устроились со старообрядцами, это вообще… Это вообще… Конечно, не мысль, да. И это все было ради Бога, все это делалось. Это все делалось ради Христа. Когда Никону… На пустом месте создали такой… Вы знаете, когда Никону… Абсолютно верно. Когда Никону сделали вот эти замечания, показали, что там в книгах есть какие-то ошибки. Ну и что? Вот представьте себе, что на небесах… А 500 лет до этого… Что Бог, Бог, Бог – это шкаф или холодильник. Вот в какую сторону он не думает ничего, вот он за то, что там ошибки какие-то, он всех наказывал. Вот он такой злобный… Достает книжку, смотрит… Да, да, да. Два раза Аллилуйя поете или три раза. То есть вот он такой злобный, противный, вредный, мелочный, жадный, кровожадный, подлый и, я не знаю, бессердечный, что за то, что там два раза Аллилуйя поется или три, он будет за это прям там огнем и мечом взыскиваться всех. И в ад всех отправлять. Два раза Аллилуйя поется. Огнем сожгли. Ну, в этом же убедили людей, в том, что вот это два раза Аллилуйя или три раза Аллилуйя – это самое главное для Иисуса Христа. В этом же убедили. Да, да. Два и два едика. Это вот принцип исключительности, что мы вот настолько исключительны, что мы должны чистоту веры соблюдать, там прямо неизвестно как. А как ее, какую чистоту веры? Чего? У нас, если взять каноны древние, которые мы сейчас не соблюдаем, то у нас можно всех вообще… То же самое сегодня происходит с Ближним Востоком. Салафиты. Да. Они также обращаются… Вот мы перейдем к нашему золотому веку халифов, четырех наших золотых халифов. Значит, мы все в их обратимся так, как они ходили, так, как они ели, кушали, женщин там водили на поводке и так далее, и давайте мы вот это вот, нам будет всем счастье. Вот в чем их вот этих вот шизанутых салафитов, такферистов. Конечно. Это вот их шизанутых. Это опять же, давайте вернемся к биохимии головного мозга. Вопрос в том, что мозг, оказывается, обладает таким вот специфическим умением, как стальность. То есть, это природный механизм. Вот если волк родился в этой стае, значит, запах, цвет шерсти и так далее и тому подобное, он должен быть его. И он, встречая своего волка, махает хвостом и радостно скулит. Но если он встречает другую стаю, то есть другой запах, другой цвет шерсти, он его загрызает, убивает его. Обезьяны, вот одни и те же обезьяны, шимпанзе, живут одни на севере леса, другие на юге леса живут. Но когда, если там одна обезьяна, не дай бог, забредет на другую территорию, они не смотрят, что это то же самое шимпанзе, они ее рвут в клочки и жрут живьем. Живьем живут. Вопрос. Вопрос. Вы, наверное, тоже из какой-то стаи выпали, вас сожрали. Да, точно, не, мне попытались, я слишком крупный экземпляр. Слишком крупный, поэтому не это самое. В действительности, вы правы, это вот то, что все, что произошло, это как бы некое мое отделение от этой стаи. Да, это вы правы совершенно. Значит, я этот механизм природный перешел и в человека. То есть, это и есть в человеке, но в человеке это приобрело не просто цвет, там, раса, например, цвет кожи там или еще что-то, хотя это тоже, Гитлер это практиковал. Но это и не сам Гитлер придумал, это он использовал. Глубинные подсознания человека. Другая стая. Убить их всех, мы арийцы, понимаете? Волки за мной и побежали все лесом, там, грызть оленей. Суть другая. У человека оказалось, кроме цвета кожи там и всякой фигни, ну, как у волков, еще есть разум, то есть, мозги есть. И можно идеологию менять, можно быть салафитом, суннитом, шиитом, буддистом, яговистом, кем угодно можно быть. И оказалось, по этому принципу тоже можно определять свою стаинность и поэтому убить другого человека. Если вот он не так верит, вот не в того халифа или не так он воспринимает мусульманский мир, значит, его надо убить. Потому что почему? Потому что он оскорбляет Аллаха. И не важно, что ни Магомета, ни Аллаха оскорбить невозможно. Это так же, как оскорбить солнце. Вот попробуй оскорбить солнце. Вот возьми, рисуй на него карикатуры или плюй в его сторону. Или, я не знаю, кидай камни. Вот возможно оскорбить солнце? Невозможно. И Бога оскорбить нельзя. Можно что оскорбить? Можно, вот представьте себе, вот наша земля, да? Вот здесь все волки бегают и писают на это дерево. И вдруг раз, прибежал волк из другой стаи и нагадил под этим кустом. То есть, воспринимается, оскорбить можно только наш запах, наше обоняние, наше осязание, наши органы зрения. Мы можем только себя оскорбить. А если подойти из дравок вот этим салафистским идеям всем, это такое зомбирование, форма зомбирования, что ради чего? Ради чьих-то денег, ради чьей-то власти. Когда люди доходят до такой степени, когда они готовы умереть ради своих вот этих вот идей. Вот смотрите, Христос никого не призывает умирать за себя. Он наоборот говорит апостолам, там, Господи, благодарю Тебя за то, что вот никого не погубил из тех, которых Ты дал мне в мои руки. Понимаете? А здесь сразу жертва нужна. То есть, нужно кого-то там взорвать, умереть где-то, залить кровью и так далее и тому подобное. Вот поэтому вот эта стайность, которая у животных формируется вот таким образом. У людей, да, она формируется убеждениями. Самые сильные из этих убеждений именно религиозные. Почему? Потому что, когда ты пытаешься говорить, а почему это так, тебе говорят, что ты еретик и бьют тебя по голове кадилом. И все, вот это весь ответ на твои вопросы. Если ты спросишь, а почему земля не квадратная, округлая, тебя бьют, потому что так Бог сотворил. И бьют по башке кадилом. Никто тебе ответов давать не будет. Выходит Мула и кричит. Вот так нам повелел там великий наш учитель, там такой-то, такой-то, такой-то. Точно так же выходил Геринг или Гейгимлер или Геббельс и говорил, великий фюрер показал нам, открыл нам истину. Помните, как кричали? Нам Ленин великий, нам путь озарил. И Ленин великий, нам путь озарил. На правое дело он поднял народ. То есть он взлетел, как звезда, вспыхнул и озарил нам путь. И вот, оказывается, толпой, вот таким образом, это самый лучший способ сохранения власти. Это зомбирование толпы и вбивание ей в голову каких-то идей, которые потом можно будет использовать, эксплуатировать в интересах собственного кармана. Я согласен, что какие-то механизмы, там, вот, сохранение своих волчат, там, своя вода в ручье, свои олени, да, это принцип патриотизма и нужно беречь свою землю. Как мы с вами в прошлый раз говорили, помеченная кровь и территория. Да, да, кровь и территория, да, да, это я согласен. Но промывать людям мозги и говорить о том, что вот это все надо лично Иисусу Христу, я считаю лишним. И вдобавок, это, тогда, извините меня, значит, немцы, которые там метят свою территорию, они, значит, у них это не угодно. А мы, ну, они же писали, с нами Бог на своих поясах и шли там. Американцы до сих пор на долларах пишут, там, мы верим в Бога. И суть дела какова? Это эксплуатация божественной идеи. Вот этими низменными биохимическими человеческими реакциями. То есть не интеллектуальными, а какими-то вот этими темными подсознательными вещами. Можно маленькое добавление к больной теме, опять же, вернусь. Именно вот вы сейчас это слово произнесли интеллектуально. Ведь человек, помимо обладания вот этих вот биохимических реакций, действительно имеет разум и имеет право выбора. Все равно это биохимия. Пускай биохимия, но он имеет такую возможность. Я всегда говорю мусульманам, которые защищают вот этот убийственный джихад. Ребята, говорю, а вы вообще историю-то пророка знаете? Ведь человек имеет возможность изучить, по крайней мере, реальное бытие, как мы говорим, да? Тех людей, которые на основе, на которых сегодня ссылаются. Да, они даже не ссылаются, они про пророка вообще забыли. Когда пророк в битве при Бадре взял пленных, а битва при Бадре, она была определяющая вообще в истории мусульман. Когда он возвращался из Медины в Мекку, и это последняя битва, он там, сколько там человек погибло, там минимальное количество, то ли 17, то ли 70, я не помню. Честно говоря, все они там на верблюдах подрались, значит, взяли пленных, и он всех пленных пришел и сказал, ребята, да идите вы домой во имя Аллаха Всемилостивящего Милосердного. Вот это был пророк, а не то, что вы сегодня говорите своим, иди убей всех. Вот, поэтому они этого не знают, и, ну, и в то же время этот салафизм, можно же к нему относиться, как бы, из точки зрения истории. Нет, секундочку. Значит, был такой средневековый у них мыслитель 13-го века. Давайте не будем углубляться в это все. Это имия. Если вы хотите, мы конкретно посреди этому теме. Салафиты перевернули сейчас все. Я согласен. Давайте не будем, вот, давайте не будем углубляться в историю. Я про то, что люди имеют свое... Давайте и христианство не будем. А я вам еще раз скажу. Это методы работы биохимии мозга. Вы поняли эту суть. Для создания волчьей стаи, для обезьяньей стаи, для создания человеческого сообщества мозг использует такую биохимическую реакцию, как пропаганда, как убеждение и промывание человеку мозгов. И после того, когда человек, вот, в результате влияния образования, духовных семинарий, мендресе, буддистских дацанов и чего угодно, он проходит промывание мозгов человек или проповедей о вдохновении с амвона храма Христа Спасителя, он, человек, входит в определенную, в такую вот убежденность внутреннюю, когда сам мозг говорит ему, да, ты познал истину, все остальное отгораживает. Почему? Чужие волки нам не нужны. Нам не нужны чужие идеи. Нам не нужна там мудрость мира. Вот мы познали, с нами Бог. Все здесь у нас, все понятно. И так и делается. Как раз именно о том, что вы затронулись, салафиты, там, вообще крайние проявления религиозные, как бы центральные не могут так себя вести, иначе просто они маргинализируются и станут маленькой-маленькой сектой. Для того, чтобы быть большой религией, такой мировой, нельзя входить в такие вот, как салафиты, например, крайние там степени толкования. И поэтому степень вранья зависит от степени вашего влияния, влиятельности на умы, на людей, на вот тех молодежь, которые к вам приходят. Вы знаете, например, новые, современные научные открытия? Если парень, например, до 18 лет ему что-то втюхать в башку, потом это практически невозможно никоим образом из сознания вытравить. Если он сам не захочет. Да, если он сам не будет учиться, если он не возьмет книжки открывать, да, ему будет кто-то само наговорить. Нам там такой-то отец сказал, нам такой-то дед там проповедовал, и нам сказали то и это. Потом, когда начинаешь разбираться, то вообще этот отец ничего такого не говорил, а деду этому даже такое в мозги не приходило. Привирают везде, везде врут. Ради своих государственных, политических интересов. То есть просто привирается все. Вот как можно из одного Корана появилось, что там появились ваххабиты, суниты, шииты, салафиты и прочее, прочее. Это каждый в имя своих каких-то интересов немножко привирает. И его вранье вдруг становится доминирующим. Вранье. Но на самом деле я задаю опять же вопрос. Это Богу все не нужно. Потому что Бог, Он творец мира. Вот как вы правильно сказали. Там отведите Его во имя Аллаха, милостивого, там, человека любивого. Бог, Он создал человека не для того, чтобы видеть, как вот это вот копошится все в дерьме и в крови. А создал человека для любви. Создал человека для мудрости. Создал человека для света, а не для тьмы. Но эксплуатация вот этой божественной идеи. И есть религия. Религия – это эксплуатация божественной идеи, веры человека в своих корыстных политически-государственных денежных интересах. Вот в чем заключается биохимия мозга. Но мозг к этому способен. Он к этому предрасполагает. Почему? Потому что стайность, свой-чужой принцип, как вы знаете, в самолетах есть прибор, свой-чужой, чтобы не сбить своего случайно, определяется сразу свой самолет или чужой. Есть специальные приборчики такие ставят. И на кораблях, по-моему, тоже в океанах такие штуки есть, этот принцип, он производит вот эту религиозность человеческую. Не какие-то там божественные требования, а он, вот этот принцип, производит религиозность человека. Именно по этой причине все те лжецы, которые эксплуатируют Бога в своих коммерческих интересах, это хуже гораздо Геббельса и хуже пропаганды Третьего Рейха. Гораздо хуже. А на самом деле принципы будут совершенно другие. Если касаться именно Бога, это будет высший разум, это будет любовь, это будет милосердие. Все вот эти человеческие представления о Боге, что Он над кого-то гневается, кого-то Он наказывает, что Ему нужно бомбу какую-то взорвать там пойти, это идея жертвы. Богу надо постоянно какая-то жертва. Вот в древнем Израиле там вечно баранов резали и кровью все поливали. Теперь, значит, нужна какая-то жертва. Вот надо взорвать там, чтобы Аллах напился вот у кровью вот этих неверных. Зачем? Засвидетельствовать свою веру. Представляете, опять же, какое вот, я всегда говорю, если Бог такой, как вот вы проповедуете там в православии или в исламе или там вот как вы проповедуете, то тогда это самое подлое, самое жадное, самое кровожадное, самое-самое чудовище страшное, какое только можно себе представить. Понимаете? То есть, вот ему нужны там джихады или, например, ему нужно вот сейчас вот недавно тоже… Это все правильно. Да, опять начали проповедовать о том, что вот, говорит, что вот там время испытаний пришло, надо там опять мобилизироваться и воевать там и прочее. Дальше продолжать. Это для того, чтобы чья-то власть, для того, чтобы стая сохранилась. Не надо эти идеи примешивать Иисуса Христа. Не надо. Вот мы можем говорить, что для России, для России, да, вот нужно то-то, другое, пятое, десятое. Мы в борьбе с экспансией Америки, с экспансией там других государств, которые бы хотели бы нас бы побыстрее спровадить в вечность. Нам нужны вот такие методы борьбы, там то-то, 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 то-то. Но не надо к этому примешивать… Бог – это высшая гармония и справедливость. Да. Прежде всего. Не надо к этому примешивать, к этой всей биохимии, вот той животной стаи, из которой себя представляет человеческое сообщество. Не надо примешивать к ней, что это вот сам Господь повелел. Что это… Многие еще любят кричать, что это промысел Божий. Что это вот промысел Божий. Представляете, какое чудовище Бог, да, вот Траймировая война. Говорят, что Бог специально Гитлера наслал на Россию, что за ее бездуховность наказать, чтобы она опомнилась там, и прочее, и все остальное. И красивых много примеров приводят, что врач там делает больно человеку ради его будущей жизни. Но вы возьмите фотографии и посмотрите на эти трупы детей в Ленинграде. Вы посмотрите на тех, кому выкалывали глаза, кого насиловали по этому промыслу Божьему, кому оторвало там, например, ноги и прочее. Задумайте, что же это за такой метод у Бога. Он же всемогущ. Ну зачем же так кроваво-то? Почему постоянно должно сильное пожирать слабое? Только методом вот этого пожирания достигается спасение. Неправильно. Есть такая точка зрения, да? Да, это неправильно. И не может такого. Если Бог есть любовь, то вот эти методы его промысла совсем не любовь. А вот если предположить то, что Бог дал человеку свободу, и человек сам вот это заливает себя кровью, вот это уже другой тогда вопрос. А если говорить, постоянно твердить, что это сам Бог повелел вот эту кровавость, это его промысел, ну тогда это страшное чудовище. Я всегда говорю, такой Бог нам не нужен. Вот вы возьмите его себе, заберите, в него верьте, звоните ему в колокола, что хотите, делайте. Но это неправда. Это неправда. Это такая вот очень хитрая, я бы сказал бы, такая общемировая современная ересь, которая будет когда-то осуждена на каком-то из Вселенских соборов или еще не знаю на чем она будет, но она будет осуждена. Это ересь вот такого государства Божия. Когда политика смешивается с религией настолько, что Бог ставится на служение политическим интересам. И всякий Гитлер может себе на поясе написать «С нами Бог». Пусть это будет Гитлер, пусть это будет, я не знаю, там какой-нибудь император и прочее, но все пытаются свои гадости прикрывать. Да, мы отрываемся от стаи.